Прозрачный водопад упала в светлую волну, сосновая игла. Нормальный был пацан, лишь головой махнув, оставил мастер бездыханный труп. Приветствую вас, турецкие моллюски! То, что с вами случится после этого видео, мне даже сложно представить. Ведь вы наполнитесь энергией Чи настолько, что сможете к херам разорвать все диваны в районе. Но для начала вам нужно пройти посвящение. Я понимаю, что не у каждого из вас есть сосед-мастер, который может проломить башку вам палкой. Но как мудрая жена не должна менять мужа, а заняться собой, так и вы должны стать этим мастером, который может палкой проломить башку любому соседу, да и всему району тоже. Ну, конечно, после такого посвящения уже можно заняться и серьезными делами. И наконец-то, наконец-то вы сможете изучить технику пьяного бегемота, ломающего подуставшего жирафа. Я могу нокаутировать любого противника парочкой легких касаний, но сначала я должен мысленно послать ему смерть и победить в ментальном мире, где обитают мои друзья-белочки, с которыми я регулярно вижусь по вечерам субботы. Все дело в энергии, которую я пропускаю через себя, и нокаутирую любую мазефаку, которая посмела дотронуться до моей рубашки, которую я так долго выбирал на цыганском базаре, с драконом на спине. В общем, я делаю раз, два, три, сопляк умри! Спасайте его быстрее! Я случайно подключился к силе Марса, а не к силе Луны. Теперь он может умереть в страшных муках, а я не хочу брать на себя грех еще одной, уже 57-й смерти. Чакру мне в рот, он живой! Еще раз так напугаешь мастера, убью кхерам! Прежде всего, нужно менять дурные мысли, ведь без дурных мыслей не будет дурных действий. Но мастерам менять свои мысли ни в коем случае нельзя, ведь они у них светлые и чистые. Вы только посмотрите на этих великих людей. Они убивают всех вокруг лишь силой Чи, а не какими-то кулаками, палками, пистолетами. Поэтому они очень милосердные и добродушные. Но если вам предыдущий мастер показался слишком жестоким, то на этого лучше даже не смотреть. Ибо это будущий чемпион UFC, который совершил революцию в джиу-джитсу и может уничтожить любого противника, просто лежа на спине. Любовь уходит и приходит, а дети остаются. Так же и у мастеров. Ученики приходят и умирают. А сила мастера только растет. Сейчас я вам покажу будущего, невероятно крутого мастера, который превзошел своего предшественника. Ведь я знаю, что многие из вас подумали, что в бою не всегда получится упасть на канвас и ждать, пока тебя схватят за ноги. Поэтому этот великий и легендарный учитель превзошел все возможные каноны и законы физики. Он научился уничтожать любого противника, который только посмеет дотронуться до его священной башки. Без огня хворост не загорится, а без силы чьи чемпионом не станешь. Но с такой-то техникой победа точно гарантирована. Ведь мастер при любом ударе об свою башку или клинче, или, не дай бог, для соперника попытки побороться легким взмахом уха жестоко и наглухо нокаутирует любого бедолагу, ставшего на его пути чемпиона. Не бывает непорочных тещ, но бывают непорочные мастера, которым убивать учеников по одному уже как-то неинтересно, ведь они это все переросли лет 10 назад. Поэтому они уничтожают людей толпами, как этот легендарный сенсейн. Когда беременный тигр понимает, что он самец, ему не остается ничего другого, как сброситься со скалы. А когда мастер осознает, что может убить пятерых, даже не моргнув глазом, он должен построить себе храм и назвать себя богом. Не бывает безвыходных положений, бывает только неправильный путь. Поэтому, когда в очередной раз в пятницу вечером вы со своим кентюриком на кухне выпьете так бутылочек пять беленькой, и он начнет вам втирать, что тренировался в спецназе, потом сам тренировал ГРУ, потом выполнял секретные задания для Родины, уничтожая голыми руками десятки бьетконговских врагов, а теперь чисто случайно ходит в порванных подштанниках, но зато в тельняшке, не нужно ему ничего говорить, просто покажите свою силу Чи, как этот Дедуган. Продолжение следует... Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях, а в комментах напишите, до какой шкалы поднялась ваша вселенская сила. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи, вы можете, став спонсором канала, даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании. Или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пикак! Все, спокойно. Защита! Нагажем, дядя, раз, два, переваживайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять и человеку вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы ни отходим до этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! 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 Вот так! Приветствую вас, санцеликие тигры! Вниз в центр, вверх в центр, вниз в центр, вверх в центр. Все! Прямой уклон, боковой апперкот в печень и правый локоть режем. Его можно бить сбоку, его можно бить немножко сверху вниз. Это все по противнику. Суть работы очень простая. Ты подбрасываешь мячик, и пока он опускается, стараешься попасть по нему локтем. Левый фронт остановили. Правым коленом сократили дистанцию, зашли в корпус. Правый локоть пробили и левое колено добавили. Вот такой, казалось бы, простой комплекс всего из четырех упражнений меня вымотал капитально. То есть, тяжелее, чем работа в спарринге. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова